Добрый вечер, дядя Игнатий. Добрый. Как вы там? Мир вам. С миром. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. О, добрый день. А у нас уже вечер. Так, ну у нас тоже уже вечер. Я вот только с работы пришел, увидел ваше сообщение. Ну, да, прочитал? Да, да, прочитал. Спаси Христос. Ну вот. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. О, добрый день, добрый. Ждем летом в гости. Вот видите, вас ждут. Что-то у вас так трясет это экран-то. А я в руках держу компьютер. А что? Какой же это компьютер у тебя? Ну, это вот, с которым я приезжал-то снимал. Ну, ладно, давай. Установи его как-то на месте-то. Так, сейчас. Секундочку. Так, сейчас. Установлю и будет ровно. Вот так. Будет слегка снизу. Вот так нормально? Ну, хорошо. Вот так не убирай. Все. А то трясет как лихорадка. Все. Сейчас еще раз до конца хорошо установлю. Вот тут с булкой хлеба. Это мы на кухне. Все. Вот. Вот. Размер нормальный такой? Нормальный. О, так, Наташа. Давай. Что там у тебя за вопросы? Добрый день. С мир вам. С миром. Так. Ну, все. Я буду разговаривать. А по разговариванию кого? Пусть те стоят рядом. Еще тут. Ага. Ну, не. Пусть стоят. Я просто говорю. У нас тайны нет. Только запомни. У нас всегда все выставляется в интернет. Говори. Да, я в курсе. Никаких, чтобы тайн не было. Мне это не надо тайны. Я в курсе. Скрывать мне нечего. Все. Давай. Спрашивай. Спрашиваю. Вопрос вот такой вот. Стал молиться. В один день мы решили с супругой изменить жизнь. Ну, понимали, как бы, что живем неправильно. Ну, и решили изменить жизнь. Ну, направить жизнь. Изменить все многое в жизни. И в материальном плане на другом на вещи смотреть. И в духовном плане пошли на исповедь. Исповедали. И вот буквально через несколько дней начались у нас всякие искушения, приключения. Я заболел сильно. Сам непонятно, чем заболел. У меня начались приступы такой, знаете, жуткого страха, паники. Аж вот сердце в скорую потом пришлось вызывать. Что вот страх смерти. Вот что я умру, у меня сейчас остановится сердце. Хотя я прошел, когда уже поехал, потом и кардиограмму все сделали. Ну, у меня есть там проблемы небольшие со спиной. Ну, это как у многих, там, падал все. Ну, всякое бывает. Ну, не смертельно. Вот. Ну-ка, тихо. Очень тихо я разговариваю. И потом, как бы, мне врачи... Я тогда думал, написать, не написать. Потом написал, вы не ответили. И я не стал еще вас беспокоить. Мне стало лучше. Мне выписали лекарство. А потом, вот, периодами я стал это лекарство, как бы, побаиваться, что вдруг оно, как бы, ну, к нему привыкнул. Стал избавляться от него помаленьку, помаленьку, чтобы меньше было. И вчера опять у меня такой вот этот. И я до этого еще два раза сходил на исповедь. Уже с другим батюшкой. Отец Александр Белоусов такой есть у нас. Ну, это наш теперь священник. Он нам нравится. Очень хороший, очень добрый. Ну, немножко он, понимаете, ну, с моей точки зрения, я не люблю не осуждать, ну, стараюсь не осуждать. Но он, как бы, больше причащаетесь, больше молитесь. Я, конечно, рад бы причащиться. Ну, я, как бы, считаю, что не готов. У меня есть грехи какие-то. Вот, ну, батюшка говорит, сейчас все грешные. Надо, ну, как бы, время такое, что это. Ну, я попросил у него пятимью назначить. Он мне пятимью назначил. Я, ну, молиться, исполнять стал. Ну, вот, когда опять приступил вот этот страх, и у меня опять мысль такая возникла. Может быть, мне при страхе смерти можно, вот, ну, посоветоваться мне просто не с кем. Можно ли мне, вот, как бы, чтобы лишь бы, как, перед Богом это причаститься, а потом дальше я бы уже, как бы, соблюдал уже, ну, этот, ну, пятимью, которую мне батюшка назначил. И потом бы я, может быть, с другим батюшком, более строгим, который, ну, духовник встретился и поговорил, он бы мне уже более подробно все объяснил, ну, например, в России летом. Я бы уже, там, если он скажет, там, два года пятими, или год, или, там, пять месяцев, сколько скажет, я бы это все соблюл. Вот, просто, именно, как бы, даже, я, насколько знаю, ну, слышал, что даже там, кто смертными грехами грешил, они при смерти причащали их, вот так вот. Вот вопрос, как бы, в этом. Как мне быть? При смерти и от страха смерти, это разные вещи-то. Одно дело, что ты боишься, а другое дело, когда он болеет и на исход душа, то есть в реанимации лежит. И врачи говорят, он умрет через два часа, поэтому, если он даже был отлучен за грех, священник его причащает. Но если он выздоровеет, паче ожидания, тот срок снова на него возвращается, который был наложен. Какая эпитемия у тебя, если ты торопишься причаститься? Это никакая не эпитемия. Что он тебе мог сказать? Эпитемия заключается как раз в отлучении от причастия. Ничего другого нету. Там раздаймене, это уже твое. Главное, что, вот, если женщина сделала аборт, а сегодня их таких сколько? Правило 2 Василия Великого. Десять лет, десять. И никаких поблажек быть не может. Время, вот они начинают. Время, все грешные. Он безбожник этот поп-то. Ты от него отскочи. Как от злодея. Он нарушает канон, он не православный. Никто никогда никому не разрешал нарушать закон. Вот государственный закон. Красный свет, все остановились. А если разрешено, как раз на то, чтобы этот красный петух не съел. Пожарная идет когда. Тогда сигналы даются. Это оговорено законом. Здесь не оговорено. Никаких комментариев нету. Вот если только будут слезы большие. Человек исправился по всем статьям. Тогда епископ решает. Епископ. И одна треть снимается. То есть семь лет остается. Все, ниже семи лет никто, ни один собор не может отменить. А тут... Это за убийство семь лет, да, получается? Семь лет. Это десять лет убийства младенца. А если это взрослый был, восемнадцать лет. Восемнадцать. Есть такие пяти ми, которые больше срок. Полжизни человек за дверями стоит. А он не придет больше. Но это его выбор. Пусть не ходит. В аду места много всем. И люди стояли и плакали. Плакали. Умоляли всех. Вот один пришел в монастырь. Княжеский сын. Высшее образование. Военный. Он говорит, ты не потянешь. Он говорит, я постараюсь. Так вот, тебе, говорит, даю первое задание. Стоят у ворот монастыря. И людей приветствовать. Да это же так просто. Но это не все. Ты всем говори, я бесноватый. Помолитесь за меня. А тут приходят его сослуживцы. И знают, что он командир их был. И вдруг теперь я бесноватый. Он язык не поворачивается. И когда он три года простоял, повторяя одно и то же, настоятель его решил убрать на другое. Там в пекарню или куда. Послушание называется. Он стал упрашивать, оставь меня на прежнем. Я так к этому привык, к самоуничижению. Так здесь любое дело, какое бы оно ни было, оно решается только по закону. По закону. Вот в Ветхом Завете, зуб за зуб, око за око. А я тысячу дам. Нет, глаз тебе выкнулся, потому что ты во время драки кому-то выкнул. Держит обручами. А потом глаз там раскаленным, оловом вообще выжигают и все. Зубилом наставил на зуб, выбили. И никто не может отменить, никакой первосвященник. Согласен. Амнистия была только для невольных убийств. Невольный. Размахнулся, а там отлетел этот топорище, ударило его и убило. Ему разрешалось убежать в города-убежище. И быть там до смерти первосвященника. Чтоб дорогой, пока его не догнали, родственники, кровная месть. Он имеет право забежать в этот город. А там теперь расследуют. Если он умышленно убил, его выдадут. Они ждут, они сразу убивают его там. А если не убил, ворота заперты. Те не могут прийти. Если они придут убивать, их самих убьют. Закон. И вот сейчас судьи судят. А они не смотрят. Никуда, кроме закона. По закону. И говорит, хороший адвокат. Хороший адвокат, это хорошо знает законы. Он знает, к этому закону еще какой-то был принят. А который так, он берет сверху, говорит, с кондачка. Так и здесь. Ну, батюшка, тебе, говорит, причащайся. И в то же время и пятимью ничего не... Нет, пятимью, я это у него, можно сказать, сам выпросил. Я говорю, батюшка, я не готов причаститься. Он говорит, а это гордыня, что ты не готова. Ну, видишь, как, наоборот, все перевернуто. Он безбожник. Безбожник. Это гордыня. Они знают, гордыня еще прелесть, должны сказать. Прелесть и гордыня. Как сейчас везде Дворкин, это секта, секта, тоталитарная секта. То есть, они, эти люди, манкурты. Игнатий, тогда отсюда еще следующий вопрос у меня. Смотрите, вот, ну вот, я, как вот я считаю, я искренне на исповеди у батюшки все, ну, рассказал, исповедался, все. Вот, теперь вот у меня такой, как сказать, ну, вот когда наступает вот этот приступ, там, страха или чего, не знаю, даже как это назвать, вот. И происходит, ну, такое, что вот если я сейчас умру, а прямо вот сердце наше вот так выпрыгивает, что, ну, вот, там, в ад попаду. Если я искренне исповедался, все. Надо не смерти бояться-то. Смерти не надо бояться. Так я боюсь в ад попасть. А вот это другой вопрос. Бойся гиенны. Златоуст говорит, об этом рассуждаю все время. Это хорошее у тебя качество. Хорошее. Но ты должен знать, что, какой грех. Ты подошел к батюшке эпитемья. Какая? Наркотики принимал? Ну, применим их к табакокурению. Ну, если не знаем, там, к водке давай. Ну, все равно разум-то отнимает. Человек пьяница, отлучается на два года. Вот тебе эпитемья. Священник тут и не нужен совсем. Закон. Так вот я и хотел спросить тогда третий вопрос. Тогда я тебе сейчас поясняю, что священник, он не может, у него права нету что-то по-другому говорить. Допустим, я подошел бы сейчас, ну, к мэру города. У нас хорошее отношение, он ко мне домой приезжает. Я говорю, знаете, я очень не хочу записаться в отряд космонавтов. Я все везде проехал, весь мир, а в космосе не был. Он говорит, извините, пожалуйста. При всем уважении к вам, я не имею никакой власти. Вот и весь ответ. Закон. Закон. Вот он никак. Допустим, на днях мы там это ремонтировали, бывший Павлов дом. Ну и окна у него закрыты там это, ну, чем-то. И он шурупами называется саморезы. Прикручивает там материю, чтобы в окнах было тепло. Я смотри, что нашел. Ох ты, костюм. Совершенно новый, офицерский, подполковник. И смотри, какие эмблемы. Ракетные войска, в которых я служил. У меня такие были в армии. Ну, я носить-то могу или нет? Я приду, сейчас скажу. Опять же, к мэру города, губернатору. Разрешите мне носить костюм? Нет, говорит. У вас звание сержанта только. Я сержант старший. Хотя был на должности старшины. Старший сержант. Вот, поэтому везде закон. Вот, царь может только умерщвлять, а оживлять он не может. У него власть. Он может дать указания, тебя повешают, там, расстреляют. А оживить мертвеца у него власти нет. Эту власть имеет Бог и Его, больше никто. Все. Христос. Поэтому успокойся. Вот, успокойся. И скажи, Господи, я благодарю, что у меня есть страх гиенны, чтобы не попасть. Господи, я благодарю. Это от Бога. Все, что Господь посылает, это полезно для нас. Если страха у человека нет, ничего нет. Почему премудрый Соломон, 1 глава 7 стих, в притчах, так и говорит. Начало мудрости – страх Господень. И страх Господень употребляется десятки раз. Если страха Божия у тебя нет, а ты, вот как у баптистов бывает, я Бога люблю, я покаялся, грехи прощены. Я говорю, а ты ощутил вот этот страх попасть в гиенну? Как так? За меня Христос умер. Игнатий Бричнинов говорит, начни сначала, еще ничего у тебя не было. Вы правильным путем идете. Но только возненавидь грех, из-за чего ты боишься попасть в гиенну? Вот, допустим, я верующий, я верю во Христа, никаких грехов смертных не делаю. Но я, страстный человек, тут подумал, там на молитве отвлекся. То есть, мы все время говорим, я грешный, прости меня, никакого доброго дела не сделал. А если доброе дело сделано, от Бога. Всякое доброе даяние от Отца Светов написано. Тут надо понять наши молитвы, которые утром и вечером считаем. Они умно составлены. Вот мы Господи Иисусе Христе, а там, говорит, к тебе слово с большой буквы. Христа в молитве называют словом. Видишь как? И так, ну, начни считать молитву, там столько мудрости заложено. А сам по себе-то человек, своими словами-то не сильно разгонишься, если не духовный-то. Раз-два и общался. Дай здоровье мне, жене и деткам. Все. Да. Мы скачали этот молитвослов на русском языке. Такой вот, прям вот, проникновенный. И у меня дети вот чуть-чуть даже подругиваются между собой. Кто читать будет? Нет, я буду читать молитвы по очереди. Нет, я. Мы стали сейчас вот утром, вечером молиться. Вот, слава Богу. Вот, и у меня тут поездка намечается в Германию. Ну, по работе отправляют. А я вот в таком смятении, меня туда готовили, чтобы съездить. Там все документы оформляли. А я сейчас думаю, вот подведу людей, из-за этого разволновался. Вот в таком состоянии. А зачем я? Вот сейчас приезжаю. Работа, перегнать автомобиль для фирмы, с которой я работаю много лет. Ну, это другое дело по работе. А зря не ездить. А то вы свадьба у кого-то в Новосибирск ездите. Такие деньги тратите. Этого не надо делать. Нет, мне за это зарплату заплатят. Ну, ладно. Ну, вот тебе вопросы все и разрешаются. Если ты знаешь за собой, посмотри. Не знаешь, спроси меня. Я тебе покажу канон. Какой канон? И ты сам на себя наложи канон. Раз поп не хочет, ничего с ним разговаривает. Он безбочный. А я согласен. Вот вы мне теперь еще последний вопрос. Подскажите, где мне это посмотреть? Книга правил. Книга правил. Заряди. Книга правил. Книга правил так и называется. В интернете заряди. Если не знаешь, зайди на наш сайт. И там, где аудио голосом. Я насчитал книгу правил. Она вся насчитана. Ты можешь сидеть и слушать. Я у вас постоянно слушаю. Каждый раз молюсь о вас. Благодарю Господа. И жития святых сейчас слушаю. И до этого Библия у нас в машине. Это как постоянная книга. Едем с Натальей слушаем. Ваш голос. Вот, Евангелие все. Библию можно дорогой прослушать. Это всего только 90 часов. 90 часов. Ну, это раздели. По 1 часу за 3 месяца полностью от корки до корки Библию высушил. У меня в сутки бывает по 12 часов за рулем. Так что я могу вообще... Ну, вот. Не уснили. 12 часов за рулем нельзя быть. Ты обязательно попадешь в аварию кверх ногами. Ну, я стараюсь 8-9. По разрешению официальному 9 часов разрешено. 7 часов 1 час. Не вылазить из-за руля, это нет. Нет, нет. У нас правила такие. Едешь 4,5 часа, 1 час должен отдохнуть. Это регистрируется в Тахошайбе. По 1 час отдыхаешь, еще 4,5. Когда мы ездили на Восток... Ну, бывали случаи. На Восток ездили до Находки. У нас распорядок был такой. Мы в 10 у нас был отбой. А в 10. А трогались путь в 2 часа. Так у нас 2 шофера. Самый сильный. Жалко меня не было. Вадим, Вадима, ты знаешь. Вадим ведет до утра. Ну, там с 2 до 6. А потом садится Третьяков. Я с удовольствием с вами ездил. 13 дней мы ездили туда-обратно. И каждый день в среднем у нас выходило 1030 километров. В сутки. Да, в сутки. Ну, вы же еще заезжали. Вы же не просто ехали. Да не просто ехали. Мы заезжали в библиотеки. Еще беседы были. У нас очень плотный график. Даже когда он бежит, рассчитывается. И мы видим, он выходит. Машина трогается. Уже сидит в машине на ходу. Мы не минуты, секунды берегли. Вот как все отточено было. Ну, отточено. Это не игрушка. Прошли Турцию. До самого Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. Представь, как переходили мы по этому сооружению. Мост в Скандинавию. Все вспоминаешь. У нас очень плотный график был. Это невозможно выдержать. И представь, ложимся спать. Никакой охраны. А у нас собака. Полная охрана. Никто не подойдет. Чтобы подошел и что-то сделал. Шевельнуться не дает. И Господь так сделал, что мы все живые вернулись. Хотя машина в Швеции поломалась. Так это получается то, что со мной произошло. Я обратно к теме вернусь. Да. Получается по моей же молитве. По твоей молитве Бог тебе дает. Мы же читаем, дай Господи, молитва. Вот это страх смерти. Я вспомнил эти слова. Вот это оно и пришло. Это страх Божий от Бога. От Бога. Не смерти боюсь, а умереть в грехах боюсь. И вымаливаю у Бога время для покаяния. А сколько нужно для покаяния? Иногда пять минут достаточно. Ведение, неведение, в уме помышления, в воде, в ночи. Во всем раскаиваюсь. Головой до земли. И к этому вопросу никогда больше не возвращайся. Поверь, что думать о смерти, об аде, что гиенна есть. Это для того, чтобы не попасть туда, златоуз говорит. А кто этот страх изгоняет, тот туда и попадает. Тебя Бог спасает. А ты сам посмотри по своим грехам после крещения, которые делал. Ты назначь себе эпитимью, раз поп не хочет быть руководителем. Да, я как бы там это он... Я говорю, ну давайте хоть там столько-то поклонов. Ну смотри сам. Ну давай. Ну как бы я попросил у него. Ну да. Хотя он очень добрый такой священник, как человек. Вот, ну... Я ходил тоже и в храме, и он работящий, руками не ленивый. Он не ленивый. Ну это про него не надо мне. Скажи, это у тебя флаг-то висит давно? Флаг? Нет, вот я с России приехал, вот их повесил вот так. А как повесил? Я не пойму, они как висят? У тебя вдоль потолка или кверху-книзу? Вдоль потолка они висят у меня. Вот сейчас я... Ну все, все, все. Покажу нашу. Все, все, не надо, не надо. Я увидел. Дело в том, что внизу красный. А у тебя, а тут показывает, что внизу белый. Нет, он у меня висит как бы вниз. Я понял, понял. Больше не надо. Запомни, это лучший флаг за всю мировую историю. Он вне конфессиональный. Любая религия должна его принять. Он вне политический, вне временный, вне национальный. Кровь, рождение в крови. Все должны думать о небе голубом и дальше белый престол. Суд божий. Хорошо. Еще один вопрос отсюда. Немножко, ну, как бы поменять же хочу жизнь сейчас, ну, свою. Ну, трудиться, думаю, так же буду продолжать, как и трудился. У меня две работы, делаю отопление и водитель. Две совмещаю работы. Мне, как бы, хорошие работы нравятся. Ну, это менять не буду. Другое дело, хочу в духовном плане немножко деятельностью начать. Ну, тоже заниматься хотя бы, не бездействовать. И как вот вы считаете, если вот я буду маленько, ну, там, образовываться как-то, что ли, вот, например, друзья из сектанты, в беседе с сектантами, мне вообще, как еще человеку, который, ну, допустим, я несу эпидемию, мне можно этим заниматься? Не знаю. Это уже не просто благовестие, а миссионерская работа. А на это надо быть полностью освобожденным от всего плотского. Что ты должен в молитве пребывать день и ночь. И Бог положит на сердце, с кем говорить, что сказать. Конечно, образование большую роль играет. Ты должен абсолютно все знать из священного писания, толкование знать. Это очень и очень непростое дело. В первую очередь, образуй сам себя. Вот мы считаем, исследуйте самих себя. Все? А в вере ли вы? Так я верующий. Нет, исследуйте, проверьте, какая ваша вера. Вера какая? Дай, дай, дай. А это первая ступенька. Вторая за все благодари. Ты за страх Божий благодарил ли Бога? Нет. Еще нет. А ты на вторую ступеньку даже не поднялся. А третья ступенька слабословия. Я ничего не прошу, только славлю Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, Аллилуйя. Вот это третья ангельская ступень. Мы должны туда стремиться. Хорошо, понял. Тогда, получается, пока буду эпидемию вести, буду изучать толкование святых отцов в Евангелии. Маленько образовываться. А потом уже Господь, если благословит, буду благовествовать. Благовествовать? Это не миссионерствовать. Это разные вещи. Проповедовать. Ты слышишь, пробовать. А, это разные вещи. Заходи на наш сайт. Проповедовать можно и учение не христианское. Проповедовать. Любое. А благовествовать, это уже христианское. Благовествовать с неба. А, благовествовать можно? Миссионерствовать у тебя не получится. В первую очередь, на миссионерство, как правило, идут двое. Два должно быть. Кто-то. А вот с женой пошел, она будет действительно рядом молиться. Это Акила и Прискила, Андроник и Юния. Вот такие люди были. Киприяна, Устина. Такие люди были. Но ко всему надо подходить и с благословения. Сходи к священнику перед тем, как пойти. Вот у нас в России сейчас приняли закон такой, закон, яровой называется. На благовестие, если ты пошел, а община не зарегистрирована, у тебя нет документа, штрафы. Если ты один, до 50 тысяч сразу. Тысяч. А если это где-то несколько человек, до 1 миллиона. Вот как. У нас община зарегистрирована. Мы сразу провели собрание. Сейчас все, кто на благовестие идет, там уже, наверное, 12 или 13 выдали свидетельств. И наши ребята идут с собой, берут эту бумагу. Если так-то разобраться, они не вмешиваются ни в слова мои, ничего. Но мы из лексикона удаляем всякие слова, такие как Коран, Аллах, Мухаммад, Патриархия. Эти слова не должны произноситься никогда. Мы проповедуем Христа распятого. Для еленов соблазн, а для иудеев безумие. А для нас спасаемых сила Божия, слово о Христе, о распятии. Все понятно. Ну, вроде я, конечно, все не исчерпал. Еще были вопросы какие-то. Ну, самые важные вопросы, ответы я получил. Ну, да. Вот у вас там в Киргизии-то такого закона нету, значит, ты можешь говорить. А уж в Германии, тем более там. А что ты будешь говорить в Германии, когда ты языка не знаешь? А я там буду-то неделю от силы и то там. Ну, там пускай Надюша с тобой походит. А мы там не встретимся с ней в другом совершенно стороне. Почему так? Она должна узнать, может быть, приедет. Нет? Ну, не знаю, но я-то скажу, я не скрываюсь. Ну, далеко не ехать. Да ее-то не только она. Ну, ладно, ладно, это между делом. Вот у нас начинается. Мы всегда встаем в одно время, в одно. Вложись раньше. Мы в 4.40 встаем всегда. Выходной, невыходной. В 4.40. Мы встали не торопясь. Торопиться надо везде быстро делать. Не торопиться только на молитве и на чтение Слова Божия. Вот два момента, которые спешки не терпят. Медленно рассуждаем, приближаем к нашим дням, как это можно было употребить, ибо Слово Божие живо и действенно. Вот за все благодари. За врагов, за болезнь, за суды Божьи 7 раз в день. Вот это вот себе, превыщи себя, 100 поклонов. И вот в день-то, когда 7 раз встанешь, если будет возможность, увидишь, как это будет. Мы в дороге доезжаем, дорога, районный центр. Приехали, побеседовали, книги отдали, где бы мы ни были. Город большой, Берлин там. Мы выезжаем и сразу, прямо на ходу молимся. Вот это вот у нас сразу. Три святоя и 100 поклонов. На ходу... Это земных поклон. Ну, никаких там в дороге-то и в машине-то. Просто мы считаем, что при поклонах делается 10 Христу, Божья Матерь, Ангел-Хранитель, Иоанн Креститель, Святитель Никола, Святые Небесные Силы, Апостолы и Евангелисты, Мученики, Святые Отцы, Жены и Девы. И получается 10-10-100. Когда дома или утром-вещером, тут мы уже поклоны делаем. И тут все, и домашних, и близких, и вас всех каждый день вспоминаем. Всех Христос. Вот, может, по вашим тоже и молитвам вот встречаем. Бог его знает. Наша молитва-то ничего не значит. Все милость Божия. Просто это ответ на молитвы. Ответ Божий. Милость Божия. И что на молитву стоим, это тоже Божия. Молитва, вот молился человек по молитвам. По молитвам, то есть ответ Божий. Мы можем быть помилованы, как Павел говорит, освобождены от уз. Вот нас нынче, это Роснадзор-то нападал, а мы тогда потренировались с вами-то. И когда начали нападать, за нас молились по всему миру. Еще привезли детей от пятидесятников, такие сектанты. А они там подняли всех на ноги. День и ночь молились. И суд закончился ввиду отсутствия состава преступления. Не удовлетворить тех, кто запрашивал штрафы на нас. Роснадзору отказали. Это редкий случай. А Роснадзор как? Ну, они же знают, как. Вот я слышал только сегодня одного человека. В тайге далеко работают. Ну, и им туда надо ехать. Они начальника, раз здесь. А там не проедешь. Там тропы такие, машина не проходит. Ну, у вас же там как? Говорит, у нас все нормально, нарушений нет. Как нарушений нет? У вас же там солярка есть. Они знают так, как. Ну, солярка есть. Ну, и вода есть, вода. Ну, Сереж, солярка где-то попадает на землю-то. Он говорит, попадает. Ну, вот и плати пятьдесят тысяч. Даже не были там. Не были там, ничего. Им надо деньги. Это жадные псы. Серебролюбцы. И он пятьдесят тысяч им выложил и поехал. Все. А они с нас хотели пятьдесят. Что община, вот допустил. А община на девятнадцать лет позже лагеря возникла. Сын не мог отца родить. Отец рождает сына. Если община отец, это сказать, община-то отец, а орлагерь-то от нее. Он как мог на двадцать лет почти быть без года. Но ей суть не удовлетворил. Большую тут роль, конечно, сыграл и Севастьян. Он там был представителем нашим. Тут прокуратура выбивала из людей, чтобы дали показания на меня. Ни одна мать не дала. Бог милостивый. И они ничего не могли сделать. Сдохла, говорит, собака. За хвост до в яму. А мы теперь приобрели дома. Теперь в домах будет у нас... Лагеря нету, расформирован. Да, мы все смотрим, как там ремонт идет. Да. А ты видел, как там в ночь они бегут-то? И ваши там дети были. Да. Вот надо заранее опережать события. Они требуют тут санкции против лагеря. Двадцать восьмого суд. А восемнадцатого... Двадцать седьмого. А двадцать... А восемнадцатый я уже распирмировал. Они пустоту бьют. Понятно? Вот двадцать два... Полиция приехала, и в двадцать два я его лагеря ликвидировал. Я начальник, основатель, создатель. И я имею полное официальное право сделать это. А вы это как-то на бумаге, да? Что вот в двадцать два ноль ноль закрыт лагеря. Да, все. И больше ребенок ни один ногой на территорию лагеря не ступил. Они были, сам знаешь, по деревне, по домам. Да. Твои у родственников. Всем было хорошо. Ну а дальше как Бог даст. Теперь надо волонтеров, чтобы кто-то... хоть дает вот такое вот разумение все. Но вперед, вперед. События надо опережать. Вот было такое, тут говорят, 64 года, баптистка одна. Она организовала лагерь, где-то там область какая-то. И палатки во дворе поставила. Разгромили все. А если бы они были просто приезжие к ней в доме, то ничего бы не было. Ну можно безумие там подложить. То вот у вас фантазия, вы как-то вперед вот продумывали. Ну вперед продумывали. Как вы спрашивали, какие вопросы. Вот приехала полиция, все как по нотам прошло. Точно такие же вопросы. Почему они разговаривают? Они прицепились. Они разговаривают, все закрыто, все заснято, все в интернете. И они ни к чему не могут привязаться-то. Два раза начальник уголовного розыска приезжал. А для чего вы снимаете? Спрашивал, люблю ли я Путина. Да, я этот видел видео, Рубик. Ну он не такими словами выразился, но понятно, что не подниму ли я пущ какой-то, как пиночет. Я говорю, мы молимся за правителей. Нам дана свобода, вера и исповедание. Я доволен. Мы каждый день вспоминаем Владимира, Дмитрия, Барака, Эрдогена, я говорю, Рамзана Кадырова. Мы связаны с ними. Молитвенно. Спасибо, Христос, что за нас там хоть когда-то молитесь. Я знаю, что у вас и миллион там просящих кто-то муросит. Ну, вы всегда с нами? Я на тебя молюсь, прямо произношу имя твоё. С тобой, конечно, все семейство твоё. Во славу Божию. Еще вопросы есть? Нет, всё, простите ради Христа за беспокойство. Не надо это мне. Что время? Не надо мне это. Ты заходи, когда нужно будет, накопишь вопросов. Дай знать. Я тогда скажу. Я сейчас на улице был, у меня своя какая-то еще жизнь есть. Ну, и всё тогда. Благодарю, что уделили время. Да, во славу Божию. Мамке привет передавай. Хорошо, ангела вам, хранителя. Да. Ну, ладно, тогда до свидания. С Богом. Да благословит вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»… Субтитры подогнал «Симон»…